В Казахстане для предпринимателей запустили электронный личный кабинет. С его помощью обратиться за консультацией или получить услуги бизнесмены могут даже не выходя из офиса. Преимущества нового сервиса оценили бизнесмены Североказахстанской области. Зная свой статус, под таким лозунгом врачи спид-центра Ахтубе организовали акцию, посвященную 30-летию Всемирного дня борьбы со спидом. Так с 15 ноября по 15 декабря пройдет месячник информированности и обследования населения на ВИЧ. В преддверии Международного дня отказа от курения в Центре психологического здоровья Петропавловска прошла пресс-конференция. В ее рамках рассказали о вреде табачных изделий и наркотических веществ. Гала-концерт в честь Международного дня слепых организовал Дом культуры незрячих и слабовидящих Караганды. На сцене Театра имени Станиславского участники художественной самодеятельности выступили с профессиональными артистами концертного объединения имени Кали Байжанова. В Казахстане для предпринимателей запустили электронный личный кабинет. С его помощью обратиться за консультацией или получить услуги бизнесмены могут даже не выходя из офиса. Преимущества нового сервиса оценили бизнесмены Североказахстанской области. Вы предприниматель и у вас есть свой бизнес? Добро пожаловать в электронный личный кабинет предпринимателей. Это витрина самых полезных и эффективных продуктов для вашего бизнеса. Реализует проект Палата предпринимателей. По словам Александра Бердниченко, новый сервис предлагает такие продукты, как предпринимательские инициативы, вынесение на обсуждение и голосование идей, проверка благонадежности. Для тех, кто хочет знать все о своем деловом партнере и многие другие. Предприниматель заходится, вводит ИИН, свой ИИН, номер сотового телефона, к нему приходит уведомление на сотовый телефон. Он регистрируется, проходит процедуру регистрации. И там собраны все уведомления, все наши онлайн-сервисы, которые доступны на сегодня предпринимателю. Анжелика Финько недавно открыла детский кабинет психолого-педагогической коррекции. Говорит, что если раньше, к примеру, приходилось выезжать к специалистам, то сегодня все услуги можно получить не отрываясь от рабочего процесса. Быстро, качественно и удобно. Если раньше я ходила в ЦОП за получением юридической консультации, то теперь это можно, не выходя из офиса, из дома, сделать онлайн, зайти в личный кабинет и заказать услуги. Например, в данный момент у нас сейчас нет юриста, бухгалтера, и мы можем все вопросы решать через личный кабинет. Кроме того, как рассказали в палате, на сайте можно скачать около ста юридически верных образцов и бланков, которые пригодятся бизнесмену. По Казахстану услугами сервиса «Личный кабинет» уже пользуются более 300 предпринимателей. Зная свой статус, под таким лозунгом врачи спид-центра Ахтубе организовали акцию, посвященную 30-летию Всемирного дня борьбы со спидом. Так с 15 ноября по 15 декабря пройдет месячник информированности и обследования населения на ВИЧ. Мы сдали тест на ВИЧ! Таким лозунгом известные в Казахстане спортсмены ММА призвали всех актюбинцев обратить внимание на проблемы со спидом и начать самих себя. По словам специалистов центра, именно своевременная проверка на наличие ВИЧ может предотвратить угрозу жизни людей. Кроме того, массовое тестирование на ВИЧ поможет добиться программы 90-90-90. То есть 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать свой ВИЧ-статус, 90% заболевших ВИЧ будут получать антиретровирусную терапию и 90% людей, получающих лечение, должны иметь сниженную вирусную нагрузку. В Актьюбинске стартует кампания в рамках Всемирного дня борьбы со спидом. В этом году этот день отмечается 30-й раз. В Актьюбинске запланированы масштабные мероприятия. Один из мероприятий – это челлендж среди молодежи. С помощью известных спортсменов они обследуются на ВИЧ-инфекцию и с табличкой сфоткаются, что тот человек сдал тест на ВИЧ. Это в целях того, чтобы увеличить обследование. Так как девиз компании в этом году – знай свой ВИЧ-статус. На данный момент в нашей области зарегистрировано 373 ВИЧ-положительных граждан РК. Из них 37 в стадии СПИД, 32 умерли. Актьюбинская область относится к регионам РК с низкой распространенностью ВИЧ-инфекции и занимает 13 место. Чаще всего заражению ВИЧ подвергается возрастная группа от 20 до 29 лет – 43%. Большая часть из заболевших – мужчины – 60%. Чаще всего выявляется половой способ передачи инфекции – 61%. В этом году врачами было вновь выявлено 43 ВИЧ-положительных актьюбинцев. В преддверии Международного дня отказа от курения в Центре психологического здоровья Петропавловска прошла пресс-конференция. В ее рамках рассказали о вреде табачных изделий и наркотических веществ. По сведениям американского специалиста Уильямса Чондлера, по всему миру никотин употребляет не менее 1 миллиарда человек в год. В дыме сигареты содержится более 4000 химических элементов, из которых 40 – ядовитые вещества. На пресс-конференции журналистам рассказали и о самых распространенных болезнях, которым подвержены курящие. Рак легких – это причина третьей всех смертей от злокачественных заболеваний и опухолей. Если человек ежедневно выкуривает 10 сигарет и более, в 24 раза возрастает вероятность заболеть раком легких. Хронический бронхит есть практически у всех курильщиков. Также на конференции рассказали о новых наркотических и психотропных веществах. По словам врача высшей категории Натальи Потютко, подобные препараты распространяются тоже по-новому. Их злоумышленники пересылают через интернет или почту. Новые наркотики или их по-другому называют еще дизайнерские наркотики. То есть это синтетические аналоги нелегальных веществ, которые производятся, распространяются в обход законодательства антинаркотического и представляют трудности для процедур выявления. Сделали акцент в ходе мероприятия и на опасных наркотических солях. По словам Натальи Потютко, зависимого от таких веществ человека путем простых анализов определить сложно. Тем более многие смеси не запрещены законодательством. Стоит отметить, что у любителей подобных препаратов со временем появляются другие заболевания. И наши наркоманы начали употреблять вот эти соли. И у нас пошел рост, вот как в 2015 году мы начали фиксировать, так у нас ВИЧ увеличился практически больше, чем в два раза. У нас сейчас практически половина наших пациентов ВИЧ-инфицированы за счет употребления синтетических кокинонов. Не потому, что наши наркоманы говорят, что там ВИЧ уже встроен, а потому, что структура употребления другая. Всего в Североказахстанской области проживает 714 человек, зависимых от наркотиков. 230 жителей региона ВИЧ-инфицированы. Гала-концерт в честь Международного дня слепых организовал Дом культуры незрячих и слабовидящих Караганды. На сцене Театра имени Станиславского участники художественной самодеятельности выступили с профессиональными артистами концертного объединения имени Кали Байжанова. На театральной сцене участники художественной самодеятельности Дома культуры незрячих выступают вместе с профессиональными артистами. Сегодня государство предпринимает меры по привлечению людей с ограниченными возможностями в среду здоровых людей. Именно поэтому творческий проект был назван «Интеграция». Учредителем выступило областное управление культуры, архивов и документации. Мы, естественно, придумали вот этот проект для того, чтобы наши незрячие участники коллектива художественной самодеятельности могли вместе со здоровыми людьми, профессионалами, которые занимаются профессиональным искусством, сделать вот такие вот совместные номера. И вот сегодняшнее мероприятие как раз это итог. Где-то полтора месяца мы готовились, репетировали. И вот это данное мероприятие – это как раз итог нашей совместной работы. Вместе с вокально-инструментальными кружками в Доме культуры работает студия декоративно-прикладного искусства. Здесь занимаются слабовидящие карагандинцы. Среди них 76-летняя Ольга Ерохина. С ее работами гости гала-концерта могли ознакомиться в вестибюле театра. Автор признается, что очень любит природу. Именно поэтому в ее работах отражена вся палитра казахстанской природы. Вот, потому что меня очень интересует природа. Я родилась в Казахстане. Я люблю эту страну. Люблю ее просторы, ее степи. И всегда интересовалась, как помочь земле, как ее немножко украсить. И поэтому много сажала цветов. Пусть на глазах сплошная пыльна. В нем зри душа. Не сомневайтесь даже. Для того, чтобы понять, как живется людям с отсутствием зрения, достаточно всего лишь на некоторое время завязать глаза. Уже в первые минуты человек ощущает потерю ориентации. Заметно возрастает состояние тревоги и незащищенности. Но экспериментатор может снять повязку с глаз, а слепой вынужден носить ее постоянно. Для того, чтобы мир на секунду остановился и обратил внимание на таких людей, был создан Международный день слепых. Он отмечается 13 ноября. Субтитры создавал DimaTorzok